друзья всем привет с вами вера и женя и вы на нашем канале привет вот и прошло 8 марта хотелось бы хотелось бы подвести итоги рассказать о них вам но с чего начать конечно же с наших тюльпанов здесь уже в теплице у нас их нет мы уже их вынесли сразу скажу все тюльпаны проданы той до одного значит что у нас по факту посадили мы купили мы две с половиной тысячи от браковали 200 посадили 2 300 также выпад выпад где-то примерно штук 200 300 то выпало точно и чистыми считаем 2000 проданных тюльпанов почему был выпад мы так и не поняли примерно где-то 5 ящиков у нас были плохие мы потом смотрели у них слишком маленькие корни то ли эти ящики были внизу у нас погребе то ли эти ящики были наверху подмерзли полем их не долили то ли перелили ну причин сейчас мы на причин масса также я обратила внимание что в этом году я не так тщательно отбраковывала луковицу в прошлом году я все бракованные луковки посадила в отдельный ящик а здесь я посадила в перемешку и скорее всего может быть что-то было какая-то луковица заражена поражена и она уже на все соседние луковицы пустила свою хворь вообще мы сделали вывод что наша теплица вегетарии не подходит для выращивания тюльпанов тюльпаны нужно выращивать в отдельном перемещении помещений не смешивать их да с комнатными растениями вот например в маргаритка у нас не успела зацвести буквально 23 дня она бы вся зацвела и мы все продали на 8 марта но вот из-за пониженной температуры которую мы держали для тюльпанов комнатные растения можно сказать пострадали из-за этого тюльпаны мы продавали абсолютно все в розницу представляете до 2000 корней мы умудрились продать в розницу чтобы продать такое большое количество нам потребовалось их делать из них букеты композиции было много корпоративных заказов рекламу давали ну реклама этом наш мой инстаграм цветочного магазина кроме тюльпанов были другие цветы конечно привозные но это большая часть тюльпаны это самая маленькая часть что у нас была основные конечно же розы хризантемы герберы и очень много 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 других цветов по горшечным цветам которые выращены в теплице мы немножко подвели итоги мы перед тем как перед 8 марта считали общее количество что у нас было в теплице из того что успела зацвести мы продали и сейчас подбили немножко итоги и того примулы мы продали 173 штуки если бы она вся зацвела мы бы ее всю продали маргаритки 170 штук с маргаритка история аналогичная если бы она вся зацвела мы бы ее всю реализовали и пеларгонии 20 штук мы успели реализовать она успела зацвести и мы ее успели продать ну что хочу сказать теплица полностью окупилась и выходит в плюс этом часто вопросы задают вот слишком дорого столько много материалов окна двери металлические стеллажи так все дорого-дорого ну что ребят один сезон не законченный и теплица уже в плюсе так что не бойтесь рисковать если есть спрос если есть быт нужно делать строить и выращивать и продавать впереди рассадный сезон будем много сеть мы будем много черенковать уже много что посеяно на черенкова на на этой неделе буду черенковать хризантему мультифлору если интересно пишите мы это все снимем весь процесс также я жду черенки вегетативной петунии несколько сортов на следующей неделе мне придет посылочка также ею буду рассаживать уже по стаканчикам красота впереди морозы у нас кстати практически отступили сейчас вот несколько дней морозных а там уже начнется весна таяние снегов надеемся нас не затопит если будет топить то наверное к теплице вода подступит еще хотелось бы сказать о некоторых растениях например цикламен цикламен ни один горшочек у нас не зацвел видимо наши условия ему не подошли но ждем цветения и будем продавать в нашем магазинчике по мере зацветания также виола виола на 8 марта не такой презентабельный цветок он все-таки идет в рассадный сезон мы его продали очень мало буквально штучек 20 стаканчиков большие посадки с виолы также не зашли нашим покупателям все же этот цветочек не на 8 марта он пойдет дальше на рассадный сезон так еще еще хотелось бы поблагодарить нашу команду которая вместе с нами пахала мы вдвоем не справились бы нас было почти девять человек это наши сестры это наши дети наши знакомые продавцы спасибо нашим родителям они нам обеспечили такой хороший тыл мама наташа сидела с маленькими детьми нашего нашей сестры вторая мама таня год куша кушать нам готовила кормила нас несколько дней в общем всем огромное спасибо пахали от рассвета до заката одну ночь даже не спали перед 8 марта сейчас я вставлю маленькие отрывки в виде видеоблога то что удалось снять в этой в эти бешеные дни перед 8 марта время час ночи что мы с мужем делаем правильно режем и режем тюльпаны срезка продолжается желтенькие подошли жан ван да по-моему называется вот красота очень высокие красивые мощные скорее срезать срезать пока не распустился бутон на бутоне еще прям они как раз подходят и никакое второе им осталось уже с четвертого числа уже продажи во всех уже покупают продают корпоративные заказ вот так дела там уже красно беленький только приехали с работы делали заказы время пол двенадцатого да мы еще не переоделись только быстрее быстрее забежали и сразу резать а вот у белых бутончик маленький но они мне так нравятся они как подснежники маленькие такие как будто и снега только вырезать смотрите идите сюда поближе среди простых тюльпанов затерялся один пионовидный тюльпан тоже желтенький он немножко пониже интересно интересно как он распустится будем наблюдать за ним 4 марта но как тюльпаны раскрылись жарко стало убираю все под нож которые раскрылись не режу режу которые подходят какая красота все в работе думаю сейчас срежу и не сниму ничего показать то что и как было вот они все все работа кипит кстати да желтый который который пионовидный вот она еще не готов ну красавчик сразу обрываю по два листика ну вот складываю такие букетики получаются листва собрала большой заказ приму вы для одного клиента сейчас поедет на доставочку смотрите как интересно у получилось надувала шарик с блестками и он просто лопнул и рядом стояла примула и просто рассыпались блески но как красиво получилось все так внезапно ну как красиво и можно взять на заметку как интересно можно украсить примула холодильник мой работает холодильник банька можно посмотреть сейчас здесь 4 градуса датчик вот на уровне вот этих букетов здесь уже готовы и завернутые букеты тут розы розы сюда привезли магазина тюльпаны вот здесь здесь похолоднее в этой комнате из плюс 2 вот они уже пачки 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 здесь уже накрутили тюльпанчиков по одному по одной штуке готовы владельник холодос обогреватель поменял было минус 25 ночью тот не справился пришел здесь 0 поставил ветра дуечку сюда помощнее сейчас на улице тепло все хорошо 7 марта кусочек за кулисья с ними возможно его видео добавим вот подготовка букетов продажи уже идут тюльпанов осталось очень мало примула почти вся продана процесс идет с насыпающим праздником все хорошо вот они какие по итогу тюльпанчики выросли все бутон огромный красота вот он дорос дорос молоде вот огромный все получилось да конечно суета было неимоверно но сейчас когда анализируешь все происходящее ну конечно же на лице улыбка доволен результатом доволен ну всем доволен доволен теплицей все и всем 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 своими трудами да не зря все не зря в следующем видео планируем снять полный обзор теплицы и также наших планов что мы планируем посеять уже поконкретнее поподробнее что я на черенкую какие маточники у нас сохранились хорошо какие не очень все мы подробненько снимем и расскажем оставайтесь с нами подписывайтесь ставьте лайки пишите ваши комментарии задавайте вопросы всего хорошего пока пока сейчас будет слайд фотографий букетов с нашими тюльпанчиками которые мы делали на 8 марта пока пока и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»!